В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Продолжение следует... Ну что, выпил? Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Может, еще кого на помощь позовете, а то вдруг втроем не справитесь. Че? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслов, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. По твоей жопой я сам займусь. Доги! 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 Приятно было познакомиться. Доги! 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 Грифон нам мстит, а то этот дурень Карл подложил ему свинью и напомнил зеленой волчьей ягодой. Грифон-то все сожрал, а теперь вот бесится. Подержи ее. Гастеран, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван, Дерван, а не Гастеран. Лишь на полях гель-гарской страны, МГР-император наделал штаны. Что ты сказал? Да ну, чешка. Послушали меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяешь. Никому. И сейчас она больше не играет. Но ведь чешка мой лучший друг. Чешка-дурачок. А нас на нас 50 лет труда все на смартфон. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладным не стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потренскивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Липаю пугнутые панцири, подковы ставлю. Все такое. Нильфгардцы не платят ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я отдам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел. Бросил его на крышу. А потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой. И водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Сама уж не знаю. Набрать, не набрать. Суп-то надо готовить. А Тослав-то говорит, чтоб такой воды даже псу не давали. Столько в ней трупов гниет, что отравиться можно. Так что? Может, сходишь к колодцу в хуще? Ну уж нет. По мне уж лучше поболеть, чем духа потревожить. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Следы ведут обратно в деревню. Не вошла кровь. Да не сильно рана была неглубокая. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне бы конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу товары ты сберег. Теперь жду, пока починят повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Не смотри на меня так. Мужики начали ведьмака пытать. То так ура случился у околицы. Но он отнекивался, то-се. Таким вот чик-чик. Башку-то и отрубили. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Только мальчонку утопец сожрал. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Телой себе прощу и поймаю недвижего. Он след обрывается, но я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должен быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Ого! Он не только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну пойдём, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдями не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них, ну их хуйшие. Жадные, как сороки. За золото всё сделают. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я её инструменты. Кое-что уже потратил, но что осталось, будет твоё. Ну давай договоримся, если ты поклянёшься, что перестанешь играть с огнём. Иначе я вернусь, и твои забавы кончатся слезами. Само собой, мастер-ведьмак. Матушкой клянусь, ваше золото и ваше здоровье на погибель нильфам и нелюдям. Дать ебись уже. Дать ебись уже. Не сумел я выследить твоего поджигателя. Прости. Досадно. Ну, может, чёрные его поймают. Может, хочешь что-нибудь купить? Я ж кое-какие инструменты всё-таки вынес из огня. Наковальня тоже цела, мог бы тебе на ней что-нибудь выковать. Мне ж теперь каждый грош пригодится. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Продолжение следует... 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 Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Столько трупов. Война только началась. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok ну так что гусар чуешь хозяина это он нет это сын соседей кожа все так что гусар чуешь хозяина я знаю что сложно сказать может это он это он он его учуял у сарк учуял бастина вперед это еще ничего поручик сказал нам ходить сортир по команде нас из баллиста обстреливают а он все солдат с полным желудком в битву идти не может будете сидеть пока не высидите представляешь болван прегради ребра у меня болят когда смеюсь надо наложить давящую повязку но это позже после того как ты объяснишь что здесь происходит бастиан он он тебя взял в плен этот не львгардец нет он мне жизнь спас меня ранили в бок потом по башке ударили так что у меня зрение ошибло розан наткнулся на меня когда полз через поле он лодыжку вывихнул вот так слепой вел хромого пока мы не нашли эту хату заберу тебя домой надо заняться твоими ранами я росана не брошу один он тут пропадет а к своим уйти он не может он же дезертир его тут же вздернут а если его у нас найдут тогда повесит всех вместе с моей лисье и речи быть не может черный останется здесь если бы не этот черный бастиан бы уже умер может ему покажешь что нордлинги не дикари какими нас считают в нильфгаарде ну дам я ему отцовскую одежду обучу работать в поле только вот акцент ну да ладно будь что будет возьму и его спасибо ведьмак вот твоя награда и дохранят тебя боги на а а это место силы а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Гнездо гулей, надо его уничтожить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нашёлся сундучок-то мой Да, немного намок, но отшел Улыбнулось мне счастье И тебе тоже, ведьмак Вот, обещанное золото Счастливого пути Придержи